Поисковая деятельность на территории Брестской области зародилась около 10 лет назад. Более 12 месяцев ей занимаются добровольцы из поисково-спасательного отряда «Юго-Запад». С начала года в Бресте на поиск людей поступило 60 заявок. 29 из них найдены в ходе поисково-спасательных работ, 14 – благодаря информированию. Все эти люди найдены живыми. Поисковая операция в основном происходит в ночное время, потому что люди ждут, пока их родственники вернутся, думают, может вернутся, может нет. И уже когда начинает темнеть, понимают, что что-то надо делать, звонят в милицию, звонят в МЧС, ну и звонят и нам. Собираем группу, выезжаем на место. У нас всегда совместный штаб, вместе работаем плотно с МЧС, с МВД. Добровольцы отряда – обычные люди, которые ведут поиск по зову души. У них есть свои семьи и работа, но есть и потребность помогать другим. Главная задача – найти человека живым. А поэтому важно постоянно двигаться вперед и совершенствоваться. Для этого поисково-спасательный отряд «Юго-запад» из Бреста и благотворительный фонд «Оберег» из Иркутска запустили совместный проект с помощью нового мобильного приложения под названием «Оберег. Поиск детей». Мы такие же добровольцы-волонтеры, которые занимаются поиском пропавших детей и взрослых. И поняли, что сейчас нехваткой на поисках нужны GPS-магаторы и сложно координировать людей. Мы сделали приложение. Телефон у нас есть у каждого сейчас в кармане, в котором есть GPS. Мы сделали приложение. Ушло у нас на него примерно полгода. В марте 2019 года мы его запустили. Мы сделали его для Иркутска, сделали для своего отряда такое приложение. Потом решили, что если оно уже сделано, оно может причинять добро не только в Иркутске, но и на всей территории России. И сейчас мы вышли, в том числе и заинтересовались ребята из Белоруссии. Скачать приложение «Оберег. Поиск детей» может любой человек. Также абсолютно любой может стать супергероем, как добровольцы из поисково-спасательных отрядов и спасать человеческие жизни. Приложение решает три основные проблемы. Первое – это нехватка людей на поисках. Мы вовлекаем людей из обычных горожан вашего города, любого города, всей страны. Второе – это быстрое опоещение. То есть каналы связи, которые сейчас существуют, СМС дорого, телеграммов, телеграмм, мессенджеры разные. Их очень много, и мы их смотрим в свободное время. Как правило, это уже не оперативный канал связи. Мы сделали приложение, в котором зашит определенный сигнал. И мы говорим, установите приложение и забудьте про него. Но когда ваш телефон заиграет непонятной для вас мелодии, Пожалуйста, посмотрите, откликнитесь, если есть такая возможность. И третья проблема – это координация. Это облегчение координации, потому что мы видим все поисковые группы, Где они сейчас находятся, где они уже прошли, Чтобы не ходить по одному и тому же месту дважды, И видеть качество их работы. Приложением пользуются уже в 16 регионах Российской Федерации. С его помощью с 2019 года удалось организовать Более двух сотен поисково-спасательных операций. Теперь это приложение доступно каждому на территории Беларуси.